Леонид, Вы получили это письмо или эту записку прямо от Папы Римского, где он говорит, что хочет видеть Вас и Вашу супругу послами мира. Расскажите, пожалуйста, что это значит и почему именно Вас, Папа Римский, видит послами мира? Ну, письмо, которое я получил от Папы, я расцениваю как назначение на дело служения миру. Быть послом мира, это, конечно, особо честь и очень благодарен Папе Римскому, что он оценил мой, можно сказать, стиль жизни, который направлен на дело мира. Хотя я считаю, что ничего я особенного не сделаю, не делаю. Я просто пытаюсь быть тем, кем являюсь, пытаюсь жить в честности самим собой, не казаться кем-то, не пытаться быть кем-то, кем я не являюсь. Здесь и я, и Светлана, мы живем очень скромно, очень приземленно, у нас нет никаких особых амбиций. Мы просто хотим жить Евангелием, живем так, как заповедует жить Евангелие. И в данном случае, конечно, поиск мира, прежде всего, жить в мире, как говорит Папа Римский, жить в мире самим собой, жить в мире с окружающими, это является, можно сказать, базисом христианской веры. Продвигать мир, на мой взгляд, не является каким-то подвигом, это всего лишь быть самим собой. Это всего лишь пытаться быть христианином. Это всего лишь пытаться быть человеком. Говорить о мире, молиться о мире, жить в мире – это основные, базисные ценности христианина. То, что касается меня, я думаю, что мой стиль жизни никак не изменится. Я буду так же просто жить, буду пытаться быть христианином, буду пытаться быть человеком и, конечно же, буду пытаться быть искренним, прежде всего, самим собой. Никого не обижать, никого не оскорблять, никому не приносить зло. И говорить об этих ценностях, мы должны быть примером, прежде всего, для окружающих. Мы должны быть в каком-то смысле законодателями моды для окружающих. Говорить о том, что ценности мира – это те ценности, которые дают человеку счастье. Агрессия, войны прежде всего разрушают самого человека. Когда мы видим агрессивного человека, по крайней мере, я когда вижу, когда я вижу агрессию, когда я вижу проявление войны, мне прежде всего жалко тех людей, которые этот стиль жизни ведут. Потому что это как раз говорит о том, что эти люди, прежде всего, не нашли мир самих себе. Видно о том, что эти люди страдают сами. Человек агрессивный, он прежде всего выражает сущность своего сердца. Он открывает сущность своего сердца. Он приоткрывает, можно сказать, в каком-то смысле, вот эти вот мучения ада, о котором говорит христианство. Ведь ад – это не является каким-то потусторонним, так сказать, миром, как ни странно. Ад – это имманентная вещь, она присуща сердцу человека. Ад – рай. Это прежде всего психологические категории, состояние души человека, состояние его интеллектуального состояния, эмоционального, душевного равновесия и так далее. Агрессия, она прежде всего выражает неудовлетворенность, она выражает несчастье внутри себя. Об этом говорит современная психология, об этом говорят святые отцы, об этом говорит Евангелие. Поэтому человек прежде всего должен найти мир в себе. Нет смысла говорить, проповедовать мир где-то там за горами, за долями, за морями, если мы сами в себе его не нашли, если мы сами не нашли в себе счастья, если мы сами не знаем, что такое счастье, умилит умиротворенность внутренняя, эмоциональная. Если нас не радует солнце, если нас не радует музыка, если нас не радует красота, то прежде всего наша проблема. Субтитры создавал DimaTorzok